Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Сегодня у нас финальное видео, финальное видео. И мы, конечно же, с вами приготовим торт. Вы будете готовить вместе со мной, я вместе с вами. Такой у нас своеобразный летскук получается, как летсплей, только готовить мы будем, а не играть в игры. Мне когда сегодня играть, мне нужно приготовить торт. Идея моя такая, сделать торт, который сможет приготовить каждый. Вы знаете, что у нас на канале не бывает суперсложных рецептов, если это не касается рубрики, где я бросаю себе какой-то вызов, челлендж. Но когда я делаю какие-то рецептики для вас, стараюсь всегда их максимально упростить и рассказать все прям от А до Я, чтобы было максимально подробно и понятно. Сегодня мы приготовим торт. Думала я, думала, какой торт. Мандариновый! Внимание! Тут я должна была подкинуть мандарин, но я забыла его с подоконника. Взять пряные, пряные бисквитики воздушные, мандариновый курт и крем-чиз. Еще будет у нас пропитка из мандаринового сиропа. Звучит по мне так суперновогоднее. Давайте начинать! Как полагается, встали с утрица, пока еще там оливье не начали резать, сразу замесим бисквитик. То есть у нас сегодня торт, он идет именно с утра до вечера, мы его готовим к новогодней ночи, уже можно будет кушать. Поэтому сейчас утро ставим готовить бисквит. Я хотел уточнить про ваш внешний вид. Это тоже обязательно, да? Обязательно в пижаме. Не, ну не обязательно в такой пижаме. Просто, ну типа, я сегодня домашняя. Слушай, я настолько, знаешь, себя комфортно мне сейчас ощущаю, даже перед камерой, даже забыла сказать о том, что... Да, я в пижаме. Вы тоже в пижаме. Думаю. Ну или вы что, там уже все в платьях с утра рано, я не знаю. В кителе. В кителе, да. Да. И может быть еще и волосы собрали. Извините, мой торт с моими волосами будет. Вот я так хочу, я так люблю, это вот... Секретный ингредиент. Да, когда говорят, там типа, секретный ингредиент душа. У меня секретный ингредиент волосы. Все. Потому что я хочу быть красивой в Новый год. Хотя бы, вот. С шавкой. Стандартный рецепт бисквита. Ничего не меняется. Соберем 6 яиц. На каждое яйцо у нас идет 30 грамм сахара, 30 грамм муки. Вот все. Просто сейчас виски возьму. А на кондитере-то без весов готовила. Ну мы же не на кондитере, мы дома. Мы дома, да. Все, 6 яиц просто разбиваем в чашу миксера. Обязательно скорлупки держать вот в другой руке. 6. Вы считаете 6 умноженное 3 столька? 18, правильно? Это еще и математик у нас. А вы думаете, что у меня образование, что ли? Нет. 180 грамм сахара. Сюда же щепотку соли. Я очень люблю бисквит с солью. Усиляется вкус, балансирует сахар. Сразу оговорюсь, у меня миксер вот этот вот мой старенький планетарный. Ему лет 15 уже. У меня просто сломался ручной. Яйца спокойно взбиваются обычным любым ручным миксером. Ну венчиком, наверное, вряд ли вы взобьете, но это прям долго будет. А любым миксером все взобьется. Просто у меня другого нету. Вот эти блогеры, да, вот у них... Ой, блин, у меня только планетарный миксер. Ну он реально, он супер старый. Он уже еле работает. Слушай, а давай мы с тобой... А все. Ставим. Ставим взбивать. Сначала на маленькой скорости и постепенно повышаем до белой пышной пены. Все. Пышненькая, нежненькая, белая пена готова. Видите, как-то она же желтая. Ну она, естественно, с желтым немного оттенков, потому что там желтки. Но масса увеличилась в два, а то и в три раза. Чем пышнее вы взобьете пену, тем лучше у вас получится бисквит. Не взобьете бисквит, не получится. Вот так вот расскажу, поэтому не ленитесь. Теперь сюда мы отправляем 180 грамм муки. Я не парюсь и не просеиваю. Я готовила бисквиты и так, и так. Разницы никакой. Если добавляешь разрыхлитель, вообще пофиг. Но если у вас, конечно, там жуки какие-то в муке, вы просеете. В муки. Жуки в муке. Сюда же 10 грамм разрыхлителя. Добавляем, чтобы так пышнил. И не жнил. Чтобы вообще, чтобы все просто вот в обморку пали от вашего торта. А что, Ольга Вашурина вот 15 грамм вообще в свою эту девочку добавляет. Главный ингредиент. Ну чем-то должен бисквит отличаться от моего обычного бисквита. Добавим сюда пряности. Если у вас есть просто молотая корица, добавьте корицу. У меня здесь приправа тыквенный пирог. Я вообще люблю вот это вот все, что такое, знаете, связанное с глинтвейном. Чтобы было чуть побольше вкуса, чем просто корица. Тут у меня мускатный орех еще, имбирь, гвоздик и перец душистый. Какой-то батьян еще можно. Если у вас есть какие-то еще специи дополнительные, ну не перемудрите, конечно. Здесь максимум это чайная ложка. Потому что добавим больше, будет горчить. Я всегда, конечно, на глаз сыплю. Но давайте я для вас измерю, ладно? Пол чайной ложки, да? Ну да, вот так, смотри. Сыпем, сыпем, сыпем. И еще даже можно. Все, 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 все. Короче, чайная ложка без горки. Вот так прям вот замерили. Вот достаточно. Ой, какой аромат. Чувствуешь, чем пахнет? Все, мы так заходим на кухню. Мам, чем пахнет? А ты сидишь и шоколадку жрешь. Мам, чем пахнет? Теперь самое интересное. Мы начинаем снизу вверх вмешивать муку. Вот так вот аккуратненько. Вот реально нежненько здесь. Чтобы вот эти яйца, которые мы с вами взбили, чтобы они не осели. Мы вот так вот снизу вверх крутим, крутим. И вот так вот вмешиваем муку. Сейчас прям на эльфа похоже, который готовит подарки. Слушайте, главное, чтобы вот снизу всю муку промешать. Потому что, когда я только начинала, я помню, у меня были такие косяки, что я вот все вроде вымешала, начинаю вываливать. А у меня снизу просто гора муки. Ну, тогда, конечно, бисквит не получится. То есть, у меня тут недостаточно муки. Вот, вот такое роскошное тесто. Ой, все супер. Подготовили форму. Вот так ее обернули фольгой. Возможно, у вас какая-то другая форма. Ну, уже с дном готовым. Не надо ничего туда оборачивать. Диаметр. Сегодня случится то, чего вы так долго ждали. Митя принес рулетку. Мы измерим диаметр в какой-то веке. Ну, 17 сантиметров. Как и всегда был. 16-17 сантиметров. Ну, я говорю, мы больше-то не делаем. Я сейчас, кстати, расскажу, почему мы больше не делаем. Сегодня мы не делаем огромный торт. О, у меня еще рука отвалится после бисквита. Что-то с непривычки. В Новый год обычно вообще делать до торта не доходит. Ну, уж кто до кого дойдет, тот уж съест. Давай все наливаем. Ой, мой любимый момент. Смотри, какой он просто течет. Ну, вот так вот. Пару раз для вида стукнем. Все. Вообще делать особо нечего. Главное, не поднимайте форму, когда тесто жидко налили. Если оно у вас такая же разъемная, как у меня. Сразу делаем на противне. Все. Теперь в разогретую. Уже разогрели мы духовку. Ну, даже если поставить в неразогретую, ничего не случится. Уж ладно. Потому что, опять же, я пробовала все варианты. С хорошим рецептом в целом сложно ошибиться. Вот. Ставили на 180 градусов. В надежде, что у нас сейчас после такого количества разрыхлителя вот так не вспухнет. Но я вам расскажу, если что. А, что? 35 минуточек. И после того, как пройдет 35 минут, вы оставьте его бисквитик там отдохнуть еще на полчаса. Он там доготовится сам, чтобы он не опал. Все. А, выключены только духовки, да? 35 прошло. Выключили. И полчаса просто пусть стоит. Теперь займемся приятными мандариновыми делами. Пока наш бисквит печется. Как раз нам нужно подготовить сироп и курт, чтобы они успели остыть. Начнем с сиропа. После него проще помыть будет ковшик. Берем пару мандаринов. И нам нужно из них выдавить сок. Я решила сделать такую мандариновую пропитку. У меня нету никакой соковыжималки. Поэтому я просто буду все это делать руками. Я так обычно давлю сок из мандаринов. Вот так вот. Просто режу вот так именно пополам. И все. И давлю. Представляете, все. Никакое больше вообще. Мне никакие приспособления здесь особо не нужны. Но если у вас есть соковыжималка, там ручная, как огонь, давить. Кто-то еще, я знаете, как видела делать, очищает полностью мандарин и через марлю выдавливает. Нам бы 100 мл сока надавить. Понадобится еще один. Всего у нас на рецепт идет с нами 5 мандаринов. Думала, четырьмя обойдемся. Но нет, нет. У меня из трех мандаринов получилось 120 грамм сока. И я хочу еще 30 грамм водички добавить, чтобы 150 было у нас с сиропом на всякий пожарный. Вообще джитка из миллилитров измеряется. Мне это понятно. И сюда же отправляем 2 столовые ложки сахара. У меня это получилось 50 грамм. Сахар в граммах измеряется можно? Да. Я знаю, что многие делают сахарный сироп один к одному. Я такое не люблю. У меня здесь достаточно сладости. У меня супер сладкие мандарины. Конечно, если они у вас прям кислые-кислые, добавьте, пожалуйста, побольше сахара. Но я обычно сахарный сироп так варю. У нас же как бы и торт сладкий, и бисквит сладкий. Все сладкое, даже и курт будет по факту сладким, да, он будет с легкой кислинкой. В общем, я не люблю борщить в сахарных сиропах, иначе у нас эти торты от палочи получатся. Ставим на огонь и просто доводим до кипения, до растворения сахара. Процеживаем. Все, оставляем охлаждаться. Сейчас займемся с вами курдом мандариновым. Конечно, вы можете взять апельсин и лимон, что хотите. Но я сегодня буду готовить из мандаринов, мы же новогодний торт делаем. Опять нам нужна парочка мандаринчиков. Сначала мы с них снимем цедру. Как всегда, конечно, нужно не затрагивать белую шкурку, иначе она будет горчить. В общем, снимаем цедру. Прямо так вот аккуратненько. Ну, видите, тут, конечно, такое дело. Ну, не супербыстрое, ну и не супердолгое. Нам нужно 60 мл сока. Все, я сюда отправила к цедре. Теперь добавляем 20 г сахара. Сюда же отправляем одно яйцо. Берем венчик и перемешиваем все. Все на пижаму обязательно нужно перемешать. И сюда же отправляем 10 г сливочного масла. Вот такая получается масса. Ставим на огонь и варим до загустения. Постоянно помешиваем. Смотрите, масло уже растворилось. Сейчас начнется момент, когда коль будет густеть. Митя сказал, что это скрэмбл. Ну, пока что так и выглядит, да. Ну, а вы не пугайтесь, сейчас мы все это процедим. Можно делать только на желтках. Мы все экономные. Куда потом этот белок девать? Вот. Еще есть два варианта приготовления. Цедим, цедим. Знаешь, когда еще бывает там лимон делаешь, сюда еще и косточки попадают. Ну, это все. Просто сахар скрэмбл. Сейчас как раз тебе на завтрак я. Неси хлеб. Теперь накрываем пищевой пленкой в контакт. У меня пленка пищевая закончилась. Я пакетиком накрою. Я пакетик. Все. Тоже убираем охлаждаться в холодильник. Можно на подоконник. На балкон, если он у вас есть. Короче, в холод. Митя все переживает, что там очень мало курда. Я ему говорю, для нашего 17-сантиметрового торта там как раз... Я не знаю, как описать вам, насколько получился роскошный бисквит. Он пружинит. Он поднялся вот прям идеально, как я хотела. Аромат стоит на весь дом. Я думаю, что вы тоже сейчас его чувствуете, если готовите с нами. Сейчас мы его аккуратненько по стеночке вот так вот вырежем и поставим еще до конца остудиться. И в это время крем сделаем. Вот так вот под углом 90 градусов нарезаем. Проходим, проходим. Каждый, 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 каждый сантиметрик его тела. Давай, шубку снимай. И вот с этой стороны сейчас тоже можно пройтись на всякий случай. Готовы? О-о-о, да. Ну, не, ну, ну это вообще... Ребят, если вы готовили вместе со мной и все делали по инструкции, то сейчас вы по факту должны видеть точно такой же бисквит. Все делала при вас. Никаких секретов, платных курсов. Тут, знаете, все, вот, вот оно на ладошке. Ой, он офигенный, я очень рада. Ну, я, в принципе, каждый раз радуюсь бисквиту, но меня действительно вот просто не перестает поражать, что можно сделать вот такой бисквит. Все, он у меня пусть пока постоит тут на плите пока, не жарится, просто, просто, просто удобно. Все, а мы с вами сейчас займемся самым простым и вкусным кремом. Крем-чиз. Не стал ничего выдумывать, эти ваши сметаны. Не факт, вдруг там сметана не такая, еще что-то. Крем-чиз никогда не подводит. Крем называется крем-чиз. Он состоит из творожного сыра и из сливок. Вот, когда мы их соединили, мы получаем крем-чиз. Покупаем в магазине творожный сыр. Давайте сегодня все прям расставим все точки над иметь. Мне рассказала, что как-то много было комментариев на этот счет. Вот, сейчас я вам расскажу. Любой фирмы, пофиг. У меня здесь вот таких два вида. Еще существует Хохланд. Альметы. Альметы, да. Альметы, он в таких, правда, маленьких банках. Ну, вот удобнее купить такой сразу, как контейнер, да. Здесь я, у нас, у нас просто здесь завод, вот я тут купила. Это белорусский сыр. Он плюс-минус одинаковый. Бывают не очень хорошие партии даже у самого хорошего сыра. Вот, например, креметы, которым пользуются все кондитеры. Даже у него бывают партии вообще с комками. Вот, реально, все жалуются, что вот покупают сыр, а он, короче, комками идет. Так же у этого любого сыра может быть. В общем, мы никого не рекламируем. Вот, просто, если есть надпись творожный сыр, вы его покупаете. Для внутренней начинки нам понадобится 400 грамм. И еще 400 грамм нам понадобится для обмазки. Ну, в общем, итого вы должны купить два контейнера сыра по 400 грамм. Я, кстати, по акции брала сейчас за 159 рублей. Раньше, помню, вообще были времена еще дороже сто. Сейчас можно по акциям вообще его прям супер брать. Поглядывайте в магазинах. Я, знаете, всегда, когда закупаюсь, просто в пятерочку, в дико сидешь, а по акции знают, что мне всегда пригодится. Потому что я и дома вечно эти десерты в стаканах готовлю. И для видео пригодится. Он хранится, типа, вообще капец там, в вечность. И еще нам нужны жирные сливки для взбивания. Я вот купила прям маленькую пачку 33%. Здесь у меня 200 миллилитров. Как раз нам хватит для внутреннего крема. Так звучит странно, да, внутренний крем. А для внешнего? А для внешнего нам понадобится сливочное масло. Потому что, чтобы более был надежный крем. И вы знаете, мне не очень нравится, когда и снаружи, внутри один вкус крема. Получается так немножечко пресновато. Я вообще люблю чиз на масле. Такой он прям, не знаю, какой-то. Ну, интересненький он. И с ним приятно работать всегда. И он такой более стабильный. Пока вы там его вынесите, там шампанское пока попьете свое, там он, в принципе, будет стабильно стоять. Ну, конечно, не как шинтипапнушку, да, нам. Но он свое, в общем, дело знает. И хороший стабильный крем. Я ложку. Слушай, я вот, знаешь, у меня прям какой-то дежавю. Вот эту ложку, она же не просто так выгнута. Я же, наверное, не первый раз так делаю, да? Просто опять отправляем в чашу миксера творожный сыр весь. Вот, 400 грамм. Реально, ложка такая просто. Слушай, сколько вообще лет этой ложки? Давайте вспомним. Это мы еще с тобой когда только жить вместе начинали. Столько не живут уже. Короче, сколько это ложка? Она уже еле дышит. Сюда же отправляем в чашу 200 миллилитров жирных сливок. Обязательно вот так вот. Звуки поиздаем немножечко такие, знаете? Сюда же отправляем 60 грамм сахарной пудры. Я погасила свечи, загадала желание, чтобы в этот вечер он пришел к свиданию. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни вниманий, а только что поднялся бисквит у Вани. Митя, пожалуйста, я же ты говоришь, я просто вся покраснела сейчас. А что такое? Чего я просто поднялся бисквит? Вот что я сказал? Просто Юля Высоцкая со своими пышненькими нежненькими реально, блин, отдыхает. Я как на кухню захожу, мне кажется, в меня какой-то этот просто вот кринжометр у меня ломается, и я вот начинаю всякую фигню нести. Ну, уже привыкшая, ладно, ко мне. Все, ребята, нам осталось только взбить это добро до однородной массы. Ну, сначала ставим так, знаете, поменьше, дабы у вас просто все тут не было в брызгах на кухне. Опять же, можно воспользоваться стандартным миксером вообще. Ну, ручные стандарты, а у меня не стандарты. Ну, так вот потихонечку разбиваем, как комки, вот эти вот крупные все. Крем готов. Вот, шикарный крем получился. Сначала на него ругалась. Мне казалось, что у меня есть комочки, нету, все в порядке. Сегодня у меня достаточно сложная задача, потому что я буду пытаться сделать торт из подручных средств, вот, без столика, без кондитерского мешка, чтобы вы тоже могли повторить. Ну, непривычно, но я думаю, мы справимся. Кстати, у меня офигенный бисквит, смотри, тут даже шапочки практически нету. Даже вот, честно сказать, можно вообще не париться, даже не срезать, вот, чтобы, чтобы даже хуже не делать, я вот так скажу. Что скажешь, нормально? Да? Я что, я спрашиваю? Сколько режем бисквитиков-то? Мне кажется, 4 влезли. Да, давай, смотри, вот так вот, пример, давай показываю, ребятам. Вот так вот примерно мы намечаем, ну, и едем. Просто вот так вот ножичек, ну, как бы неудобно, что не крутится, но доску можно чуть-чуть, вот так вот. Даже, смотрите, вот, я ее кручу, у меня никаких... Ну, знаешь, дружок, я тебе сказала, что мне сложновато без подручных средств. Что ты тут это вот тряпишь? Все, нормально, дальше посмотрим. О, господи, какой он весь. Помнишь ты, кстати, вот у Алены шеф спрашивал, почему такого цвета бисквит типа на хлеб похож? Вот просто за счет специй. Это не хлебный мякиш, он офигенный, пористый. Так, Ренат Арбатов должен затестить. Ну, не знаю, как он в таких маленьких кусочках тестит. Ну, поехали. Просто берем тарелку, у меня еще никаких подложек, ничего. Торт мы сейчас не фиксируем внизу, потому что потом мы будем его переворачивать. Нам будет неудобно его отсоединять. Сироп, сироп, поехал у нас. Ну, что, вот так прям. Берем вот так вот. И ложечкой наливаем. Пропитываем. Ой, какой аромат, друзья. На плоскую тарелочку выложили. Ну, да. Ищем плоскую тарелочку себе дома. Поехали. Сегодня я без мешка, без шпателя. Просто накладываем крем вот так вот. В принципе, реально тарелку уже по факту даже и без этого можно крутить. Тут в чем, видите, прикол. Бисквит-то у нас еще... Обычно мы бисквит отстаиваем на ночь, да? И он тогда не будет вообще крошиться. Но сегодня у нас с вами такая задача сложная. За день приготовить торт. Поэтому он, конечно, крошится. Но это вообще никак не должно кроситься на вкусе. Так. Кладем второй слой. Снова пропитываем. Теперь у нас слой с мандариновым курдом. Тут нужно как бы выемку сделать. То есть обычно мы берем кондитерский мешок, а так вот кружочек вот делаем, рисуем такую полосочку, да? У нас внутри остается углубление. Ну, сейчас мы попробуем вот так вот это просто все сделаем. Ну, кстати, и так все, по-моему, отлично получается вообще. Без косяка не бывает. Без косяка бывает, точнее, вот так. А, ну, вот ты такую вот делаешь, как бы. Угу. Вот чайная ложечка. Края, края. Да, да, да. Нам нужно, чтобы вот здесь было углубление. Ванночка такая своеобразная, чтобы получилась. Как же такое, сука, сердце не могу. Все, вот теперь хорошо. Ну, вот сюда он весь его идет, да? Ну, да. Больше не надо, иначе вытечет просто нафиг. Вот, смотрите, вот. Никакого шанса у него сейчас вытечь просто здесь нет. Теперь накрываем еще одним бисквитом сверху. Слушай, он сам по себе, вот, удивительно, даже влажный. Я доделала кремушек весь. Накрываем финальным слоем. Дерем. Какой торт! Мм? Мм. Чуть-чуть из осталось у вас сиропчик сверху помейте. Лишнее не будет. Ну, у меня что-то совсем тут было. Вот так. Лучше сверху вообще лить, потому что резаться лучше будет. Резаться будет лучше. И, да, крем не потрескается. Вот тут сейчас, если видите, какие-то неровности видят, крем там под вырез, вот так прям его просто поправьте. Ложечкой вот так вот еще. Какой высоченный у нас торт с вами получился. У меня здесь еще немножечко остатков. Я просто так смажу. Ну, чтобы, знаете, и крошки лишние впитались. Я думаю, у вас примерно так же будет, вот, если вы ложкой делали. На дне оно в любом, короче, случае остается. Вот так вот, где, видите, крошечки такие явные. Прямо замажьте их. Торт наш готов. По идее, вообще можно уже не париться. Вот так вот его убрать в холодильник. И есть прекрасно на Новый год. Ну, как бы мы сейчас, опять же, не используем ацетатную ленту. Я хочу замотать его в пищевую пленку и убрать в кольцо. Если нету кольца, ну, можно без кольца. В принципе, думаю, ничего не будет. Ну, вот я сейчас его сделала. Я вам так скажу. Он уже выглядит супер надежно. Он никуда не валится, никуда не падает. Ну, тут, как бы, на всякий случай вот так вот я сейчас... У нас просто с пищевой пленкой небольшой тут. Казус получился небольшой с пищевой пленкой. Ну, вот так вот я в колечко ее запрягу. Пленки пищевой не хватило на весь торт. Ну, посмотрим, что будет. Все, ставим охлаждаться, ну, до вечера. Ну, до вечера. Пока вы там все селедки свои, оливийки, вот это все нарежете. Часов пять бы хорошо ему постоять. А потом будем украшать. Что ж ты как будто спала все это время? Нет, а кто не спит днем на Новый год? Я вот сейчас поспала, пока тортик там ждала. Немножечко так подотекла, нормально, туда пухла. Мы готовим крем на выравнивание. У меня здесь 100 грамм размягченного сливочного масла. Нужно было сказать в прошлом, да, от рыбки, что нужно было его достать. Вот достали. Ну, я скажу честно, ничего я не доставала. Я просто в микроволновке там 20 секунд подогрела, и вот оно у меня размягченное. Поэтому не падьте. Достали заранее, молодцы. И снова творожный сыр, да. Знаете, ничего сверхнового делать не будем. Единственное, я сейчас порылась в архивах. Ой, еб. Искала я, как крем я обычно готовлю. Я же так давно не готовила на заказ, я уже даже не помню, как этот крем делается. И у меня в архивах написано, что там нужно не 400 грамм, а 300 грамм творожного сыра. 100 грамм у вас останется как раз для тарталеток. Ну, там можно красную рыбку или икру вместо сливочного масла. Ой, крутилась. Сколько мы добавим с сахарной пудрой? 70 грамм нам хватит. Ну, любите послаще, 80 добавьте. Мне много 80. После сна, знаешь, всегда тяжеловат обратно возвращаться в жизнь. Вот здесь как раз-таки супер подойдет ручной миксер. Я надеюсь, Дед Мороз мне принесет его в этом году. Не намек в мятеж, я шучу, ладно. Ручным миксером здесь всегда супер быстро взбивать. Я вот когда готовила на заказ, только ручным в этом случае пользовалась. Потому что у меня сейчас вот этот вот миксер. Он эту чашу сейчас нам будет на дне скрести, скрести. В общем, нам сейчас нужно это маслице взбить с пудрой. Такое оно побелеть должно. Ну, вот так вот поволозили, повелозили. Вот я говорю, вот так вот мы все размазала по чаше. Теперь берем и сюда 300 граммчик творожного сыра. Поднимать можно на дне? Да, не... Митя помоет все. Ну, понимаешь, мы уже, это, спешим к наступлению Нового года. Да, хорошая, кстати, была идея поднимать. И еще раз все взбиваем. Быстро, быстро, быстро. А можно лопаткой взбить все? По идее вообще... Сейчас я перенесу вот это вот. Можно и палочками так взбить, получается. Нет. По идее я вообще видела, что кондитеры как готовят, что да, они прям все лопаткой полностью делают. Здесь хорошо масло размягчить. Вот сейчас прям хорошо лопаткой я до прохожу. Просто чем больше мы взобьем этот крем, тем больше на всяких пузырей образуется не может. Какова сама идея торта? Много мы с Митей что-то думали, придумывали, но потом поняли, что намудрили, и нужно сделать вообще максимально просто. В принципе, можно не запариваться, и этот торт просто белым кремом покрыть. Но если в этом заранее подготовились, я надеюсь, что Катя из прошлого оставила в будущем нужны все ингредиенты в Инстаграме, и вы заранее все купили, нужен нам краситель оранжевый. Не найдете оранжевый, можно красный и желтый смешать. Не хотите заморачиваться? Покрасили белым, мандаринки туда почистили, вот так как-нибудь украсили. Это можно прям целые вот так вот выложить, там три штучки, присыпать сахарной пудрой, если есть какая-то веточка еловая. Вообще, вот просто включайте фантазию, делайте все, что хотите с этим тортом. Хотите 2021 с шоколадом напишите. Я попробую... А лучше, конечно, 22. А вообще лучше 2022, да. Ну, да. Все, красим оранжевый. Ну, красим. Конечно, сейчас там вот есть и профессионал, там смотри. Надо сначала белым выровнять, потом там тонкий свой оранжевый. Ну, ребят, никто этим заниматься не будет, я все прекрасно понимаю. Я сейчас просто там краситель вот так и гоную, и мы сразу будем выровнять оранжевый. Вы заметили, сколько образов я сменила за этот ролик? Вы не заметили, я для вас старалась. Ну что, вот наш форт, давай поглядим, как там, товарищи. Уже красиво, все, уже шерстка тигра получилась. Ну, друзья, let's start. Смотрите, какой кремушек. Видно? Красиво, да? Ну, я не знаю, чем выравнивать. Ну, предполагаю, прям так. Давайте сделаем эффект бента торта. Ну, как будто бы все задумано, знаете, так специально, неаккуратно. Просто вот так вот мажем, как вообще, как вашей душе угодно. Просто так берем, так вот не стесняемся. Тарелочку поворачиваем. Мы тут, знаете ли, упарываться не будем. Кто там уже в час ночи, а то в два будет смотреть на ваше выравнивание. У нас только подручные средства. Но я думаю, что силиконовая лопатка должна быть дома у всех. Не надеюсь. А если нет, то ложка в помощь. Ну, да, тут уже как бы крутитесь, конечно. Ну, смотрите по вашему инвентарю. Зачка, ну, я считаю, это идеально. Да, ты считаешь? Я считаю. Лучше уже не будет закрывать ее тут. Ну, ребят, конечно, сложно без оборудования, но я пытаюсь реально сделать народный торт. Ну, что я могу сказать? Вот как могу, так и делаю. Я хотела сделать эффект мазков, но так себе тут, конечно. Ребят, это уже большая заслуга, в принципе, его сделать. Поставить, чтобы он вот таким был бочонком. Уже больше ничего не надо. Вот все, что ты вот сейчас делаешь, на вкус не влияет. Соглашусь с тобой, да. Все, уже на вкус все повлияло. Уже все сделали, у всех все получилось. А сейчас чисто дело техники, дело фантазии, у кого что есть. Ну, вообще, вот что красиво сделать. Берем сейчас мандарин. У меня просто один только дома остался. Вот так вот его расчищаем. Все, по моей задумке, должны были быть полоски тигра. Но все же это на хорошо выровненном торте бы смотрелось. Конечно, нам нужно обязательно подтереть края тарелки. Я беру тряпочку, намочила вот так вот. И вот так вот аккуратненько. Можно вот так, ладошечку так сложили. Вот так торт будет смотреться гораздо эстетичнее. Я не представляю, как у вас там на камере. У меня в жизни все красиво. У меня настроение новогоднее. Настроение новогоднее. Все, все красиво, все эстетика. Вообще, есть в Пинтересту торт. Сейчас. Вот знаешь, тяжело, когда у тебя вот всего один мандарин остался. Тебе с ним нужно что-то красивое сделать. Вообще, как эти, как японцы должны вот так вот, как цветочек раскрыть. Душу раскрываем. Ты кожуру очищает или ты кожуру хочешь оставить? Я хочу с кожурой. Ну, кожура некрасивая. Слушай, мне кажется, красота. Но я же помыла мандарин. Чего не так-то? Фигня, думаешь? Друзья, напишите свои комментарии. Немножечко из очень странных дел, монстр. Все, самые лучшие идеи рождаются мгновенно. Вау! Да! Просто да! Слушай, а можно я чуть-чуть сюда положу в центр? Ну, я знаю, что, ребята. Нет, шарики не нужны. Ну, пожалуйста, вот в центр вообще будет. Вообще не всрались. Мить, пожалуйста, Мить, у меня есть немножко... Катя, шарики не нужны сюда. Катя, нет! Посмотри, это же мчужина. Ребят, ну, если нет, то ничего страшного. Скажешь, не получится настолько красиво. Тут уже все, что можно было красиво сделать, я сделала. Слушай, реально шикарный торт. Это я, когда жду торт. Все, сахарная пудра в финал. Слушай, как красиво. Вообще, изначально был совсем другой торт в голове, но то, что ты сделаешь, это шедевр. Давай, сыплем. Именно сыплем, потому что сыпать тут... Ой, да, да, это снежок. Снег кружится, летает и тает. О-о-о, нежнятина какая пошла. Ну, мы что припитаться надо? Даже слишком нежнятина. Пока. По кавычках, что ли? Не, ну, реально очень... Да капец, снежный. Ему нужно постоять все-таки. Ему нужно постоять. Сейчас посмотрим. Вот прям реальная история. Прям вот сделали и сразу кушаем, как оно. Ай. Ну, достать будет тяжело. Профессиональный разрез. Чем пахнет? Хлебом? Ты дурак, что ли, хлебом? Хлебом ты и пахнешь. Ммм. Господь. Слушай. Вообще. Ты не дала край. Блин, вообще, господи, какой нежный торт. Самое прикольное здесь это куча пряностей и мандариновый сироп, да? Которым пропитали. Мне кажется, если бы просто сахарным пропитали, не было бы так интересно. Пушка разнос. Ну, понятно, что разрез непрофессиональный, но вы видели, это ложкой мы наносили. Ну, а как тут сделать ровно? Классический такой, приятный вкус, да? Вот если вы такой приготовите торт, ваши гости будут просто в восторге. На утро торт будет вообще люксовым, да? Угу. То есть, если у вас что-то останется, торт получился прям увесистым. Замерили торт, получился кило шестьсот. Вообще суперский прям вариант. И не два, и не полтора, понимаете? Друзья, все. Наше видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно с нами провести этот последний день уходящего 2021 года. Большое спасибо, что были с нами этот год. Он был очень важным для нас, для нашего канала. Случился прям прорыв, прорыв. Рады, если вы с нами недавно. Еще больше рады, если вы с нами с самого начала, с первого выпуска «Не глядя». Спасибо, что поддерживаете, что лайкаете, комментируете, становитесь спонсором нашего канала. В общем, за любую поддержку я вам выражаю огромную благодарность. И желаю вам всего самого светлого в новом году. Вкусных тортиков. Не тратить деньги на плохие невкусные торты, а кушать только вкусные. И чтобы вообще все было у вас сладко-гладко по жизни. Увидимся с вами в новом 2022 году. До новых встреч. Всем белкам.